меня по-прежнему зовут алекс вы на моем канале я путешествую и снимаю реалити-шоу про свою жизнь собственно сейчас вы его смотрите за что огромная вам благодарность не забудьте также подписываться на этот канал и ставить лайки потому что они мотивируют меня как автора сегодня в этом видео я покажу вам свои будни я по-прежнему нахожусь на бали пока что покажу вам свои будни расскажу как я зарабатываю деньги немаловажный вопрос который многих интересовал в комментариях а также посетим еще парочку моих любимых мест ну что-то такое будет вроде дейли рутин сейчас мне нравится очень такой стиль поэтому 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 вот так желаю приятного просмотра сегодня я закончил работу над еще одним из своих проектов если вы не знаете я работаю онлайн я делаю веб-сайты интернет-магазины также монтирую видео для своих заказчиков ну и вот сегодня я закончил достаточно большой проект это большой веб-сайт сейчас я вам его покажу вот так это выглядит сайт компании марика российская компания занимается продажей автозапчастей так выглядит сайт ты главная страница небольшая история компании блок с товарами блок ссылками на marketplace и на официальные сайты вот в общем то здорово что наконец-то проект завершён достаточно много времени я потратил на разработку зато получилось очень круто результатом я доволен все кнопочки работают идеально все кликабельно приятный интерфейс я считаю получился ровные шрифты картинки все это результат моей работы и здорово что я могу создавать такие вещи если вам нужен сайт либо дизайн или видеомонтаж вы можете обращаться ко мне ссылки все в описании вы можете связаться со мной через инстаграм буду рад поработать мишка а что снова последний партнерика не слушает ура я короче наконец-то закончил прикручивать эту странную штуку своему мотоциклу на самом деле это держатель для телефона потому что у меня был старый держатель и вот он сломался и мне пришлось заказывать новый но все дело в том что винтики почему-то прикручиваются вот с этой стороны я хотел сделать его по центру долго мучился никак не получалось в итоге пришлось прикрутить его немножко сбоку короче принципе выглядит нормально но я немножко разочаровался и на картинках при заказе винтики прикручивались с нормальной стороны так как это и должно быть по инженерной логике но видимо инженеры немножко того ну ладно это так а насущном а сейчас я планирую просто взять и поехать в ресторан потому что я голодный а произошло страшное мне тяжело об этом говорить но пока я сюда ехал в меня пукнула свинья ситуация просто абсурдно из каких-то просто комедийных мультиков я короче была пробка стоял грузовик набитый просто свиньями в два этажа по моему даже они такие жирные такие попки у них прям ну представляете себе свиную задницу наверное хорошо что я был в шлеме и я короче объезжаю этот грузовик по правой стороне по встречному движению соответственно мы на миллисекунду буквально передо мной останавливается байк я соответственно тоже останавливаюсь и в этот момент в меня пукает свинья очень громко она еще и хрюкает при этом благо я был шлеме на меня не попала вот только на футболку чуть-чуть и на штаны пипец стыдно об этом говорить конечно немного но с другой стороны а чё ну бывает пойду отмываться приятный в общем ресторанчик один из моих любимых в Убуде называется Нино находится он в парк Ю на втором этаже ну я думаю вообще-то вы о нем уже знаете если вы смотрите мои видосы принесли мне комплимент от шеф-повара как обычно они здесь каждый раз его приносят ну а я соответственно каждый раз ему радуюсь вот такие вкусные штучки вроде как с маслом и с каким-то зеленым непонятным соусом но на вкус что надо сейчас я буду это все пробовать еще сейчас хачапури мое должно подъехать я вот хачапури просто обожаю на самом деле я в этот ресторан прихожу и всегда заказываю одно и то же практически здесь еще есть хинкали тоже вкусные просто это единственный рейстик в Убуде который я знаю который готовит грузинскую кухню а я грузинскую кухню люблю помню когда я был в Абхазии кстати абхазские хачапури были для меня лично не такие вкусные как в Москве в Москве я помню были классные хачапури ресторан называется хачапури и вино вот там прям топовые идеальный сыр идеально вообще все очень вкусно с гранатом и вином только так заходят а здесь здесь тоже пойдет хотя здесь сыр козий кажется ну какой-то короче не не просто сыр не сулугуни как должно быть в оригинале но тоже вкусно ну а я переместился в другой ресторан вот это жизнь да представляете вообще этот ресторан называется солома я здесь тоже уже конечно же не первый раз тоже находится в Убуде поэтому все недалеко что мне здесь нравится так это то что у них есть бесплатная водичка это всегда приятно она еще к тому же вот с апельсином и с огурцом сколько угодно можно ее пить и и что постоянно меняет официанты официанты тоже приятные никаких нареканий у меня нет по поводу обслуживания что удобно есть вот такие вот кнопочки на столах можно позвать сотрудника нажав на кнопочку это круто вот еще у них есть конечно электронное меню что безусловно является большим плюсом можно со смартфона зайти и посмотреть меню с картинками сценами и все такое бумажное меню у них тоже есть но мне больше нравится электронное лично такого вот у меня предпочтение мое любимое блюдо здесь это торт торт наполеон он выглядит вот так очень вкусно очень свежая они его сами здесь готовят здесь большая кухня достаточно вот короче тортики я рекомендую ну конкретно наполеон по крайней мере точно я таких вкусных наверное нигде не ел вот боюсь собрать но по-моему это так он в меру прям в меру кремовый мягкие коржи идеально на мой вкус ну и на вкус моих друзей которых я сюда тоже приглашаю иногда еще здесь очень приятный интерьер и всегда свежо потому что работают кондиционеры здесь красивая музыка приятное освещение я сюда обычно прихожу с ноутбуком чтобы немного поработать потому что это место можно использовать спокойно как коворкинг вот я вообще не фанат коворкингов я больше предпочитаю брать компьютер и приезжать какой-нибудь ресторан или кафе потому что можно совместить приятно с полезным ну вот благо ребята не против что я тут у них могу часами просто сидеть и работать работать онлайн конечно потому что в индонезии нельзя туристам работать только онлайн и только на свою страну получается ну короче юридические туристические тонкости но мы закон соблюдаем буду наслаждаться приятным вечером кстати после 6 6 до 10 у них скидки на все пирожные поэтому я люблю захаживать сюда именно вечером на днем тоже бывает и и и и Субтитры сделал DimaTorzok